Добрый вечер, уважаемые соотечественные Добрый вечер, уважаемые соотечественные Добрый вечер, уважаемые соотечественные Добрый вечер, уважаемые соотечественные расширение оккупированных территорий, тех благ, которые поставляются с Украины. Прежде всего, это ресурсы, это товары, это продовольствие, это вода, электроэнергия. Ну и вместе с этим, конечно же, зачистка приграничной территории Херсонской области от коррупции. Обо всем об этом мы будем с вами говорить на протяжении целого часа, в том числе и в беседе с Рифатом Чубаровым. Но начать эту программу, конечно, хотелось бы с подведения итогов от деятельности субъектов хозяйственности Украины, которые вели торговлю с оккупированным Крымом. На протяжении этого года мы время от времени посылали информационные запросы в государственную фискальную службу и получали ответы, благодаря которым мы можем говорить об объемах поставок различных товаров на оккупированную территорию. Итоги таковы. За 11 месяцев действия закона о свободной экономической зоне, который, напомню, был пролоббирован крупными бизнесменами, банкирами, и который привнес в нашу жизнь такое понятие, как нерезидент для граждан Украины с крымской пропиской. По результатам этой деятельности, этого закона, Украина поставила на оккупированные крымские территории товаров на 1 миллиард долларов. Подробнее в сюжете Татьяны Курмановой. С начала действия свободной экономической зоны Крым на оккупированный полуостров было ввезено различных товаров больше, чем на миллиард долларов. И это лишь официальная информация государственной фискальной службы. Объемы неучтенных товаров и контрабанды подсчитать невозможно. Официальные же грузы освобождены лоббистским законом АСС Крым от налогов и таможенных пошлин. То есть бюджет Украины не идет ни копейки. Проект закона АСС в оккупированном Крыму авторства Ксении Ляпина и Сергея Терехина эксперты и правозащитники сразу назвали лоббистским и фейковым, а правозащитники – дискриминационным. Проект буквально продавили в парламенте, а президент, вопреки резкой критике, 25 сентября 2014 года закон подписал. Фактически он вывел Крымский полуостров за пределы территории Украины и наделил административную границу между Крымом и Херсонской областью атрибутами границы государственной, пограничным контролем и таможенными постами. Кроме того, граждане Украины, имеющие прописку в Крыму, получили статус нерезидентов Украины, то есть уравнялись в ограничениях прав с иностранцами. С тех пор они вынуждены в судах отстаивать свое право быть полноправными гражданами. Нормы этого законопроекта складывают такие условия, при которых крымчане просто вынуждены, у них не будет других шансов, чтобы выжить в Крыму, убрать российские паспорта. Очень многие наши граждане до сих пор борются до последнего, чтобы не принимать российское гражданство. Однако этот закон, к сожалению, ставит их в условие, что у них вообще не будет никаких других способов существования в Крыму. Это подтверждает статья 5 этого законопроекта, где сказано, что все лица, которые имеют так называемую крымскую регистрацию, то есть регистрацию местного проживания в Крыму или так называемый налоговый адрес, этот закон автоматически этих людей делает не резидентами. По официальным данным, которые получил Центр журналистских расследований в ответ на информационные запросы Государственной фискальной службы Украины, за 11 месяцев существования СЭС Крым на территорию аннексированного полуострова были везены товары общей стоимостью 1 миллиард 40 миллионов 525 тысяч долларов США. С 2015 года поставки основных продовольственных товаров в Крым значительно увеличились. Если за единицу сравнения взять среднеарифметический объем поставок в месяц, то получим такую картину. Например, если в 2014 году мясо ежемесячно привозили на 3,6 миллионов, то в 2015 уже на 6,9 миллионов долларов. Сахара на 4 до 5 миллионов долларов. Кроме того, из продуктов питания значительно увеличились поставки овощей с 500 тысяч долларов до 1,8 миллиона и орехов с 1 миллиона до 1,8 миллиона. Незначительно снизились поставки молочных продуктов с 7,6 миллионов долларов до 6,6 миллиона и алкоголя с 5,2 до 4,8. Колоссально увеличились поставки минерального топлива и нефти. Если в 2014 году ежемесячно на оккупированную территорию возили топливо на 1,3 миллиона долларов, то в этом году уже на 30 миллионов в месяц. Как писало специализированное издание Oil News, существует мнение, что все оптовые поставки нефтепродуктов в Крым контролируют компании, связанные с Сергеем Курченко. Из непродовольственной группы снизились поставки пластмассы с 4,9 миллионов долларов до 400 тысяч в 2015 и котлов машин и оборудования с 6,3 миллионов до 45 тысяч долларов в месяц. При этом, несмотря на огромный поток только официально учтенных товаров, цены в оккупированном полуострове высоки. По данным Крымстата, в августе говядина стоила в среднем 410 рублей. Это больше 100 гривен. Колбасы сырокопченые в среднем 750 рублей, больше 200 гривен за килограмм. Сметана 150 рублей, около 50 гривен. И сторонники, и противники, проходящие ныне гражданской блокады поставок в Крым, сходятся в одном. Лоббистский закон о свободной экономической зоне Крым должен быть отменен. По нашему мнению, закон о свободной экономической зоне должен вообще прекратить свое существование. Либо, по меньшей мере, уверяют эксперты, необходимо ввести так называемый оккупационный налог. Организаторы гражданской блокады приняли на вооружение советы экспертов и требуют от власти создания на Херсонщине возле админграницы с полуостровом продуктовых хабов, оптовых рынков, где крымчане смогут закупать товары по доступным ценам. Это прежде всего ударит по бизнесменам, которые благодаря закону АСС получили для своих бизнесов в Крыму условия, сравнимые с офшором. И даже если не перегоняют товары в Россию, то получают сверхприбыли от продаж в Крыму по высоким российским ценам. Итак, первые результаты гражданской блокады поставок в Крым уже дали свои результаты на четвертые сутки. Ни одной фуры ни на одном из трех контрольно-пропускных пунктов уже не было. Тем не менее, к этой акции продолжают присоединяться другие общественные организации, волонтеры из разных регионов Украины. Количество участников акции увеличивается, но увеличивается и объем критики в адрес этой акции и ее организаторов. И это не только те голоса, которые мы слышим с оккупированного Крыма или представителей власти Российской Федерации, но и голоса из украинских территорий. Прежде всего, это предприниматели, которые настаивают на том, что их права нарушаются, потому что закон о свободной экономической зоне никто не отменял. Он продолжает действовать. Следовательно, действия участников акций протеста нарушают их права. С другой стороны, также высказывают свою критику представители правозащитных организаций, которые считают, что не только силовые такие акции должны влиять на позицию страны-агрессора, а также власти Украины не исчерпаны еще правовые методы ведения такой борьбы. И прежде всего, это законодательная работа, отмена закона о свободной экономической зоне, разработка, быстрое принятие нового закона или внесение изменений в закон об оккупированных территориях, предложений масса. И кроме этого, еще, конечно же, должна вестись исковая работа в международных судах, благодаря которой могут быть защищены права не только государства Украина, но и ее граждан, в том числе на оккупированных территориях. Итак, законна ли акция по блокаде поставок в Крым и кому из олигархов уже она мешает жить по-новому? Об этом в сюжете Алексина Дорогань. Всего 4 дня и на админгранице в Крым уже ни одной фуры. Чтобы не дать проехать грузовикам, участники товарной блокады поставили несколько заграждений, но на удаление от самих пропускных пунктов. Например, тут на Чангаре бетонные тумбы расставлены так, что фура может проехать только змейкой на очень низкой скорости. Просто так не прорваться. При этом для водителей нарисованы стрелки, как правильно двигаться. Инициаторов акций крымских татар не больше трети. В блокаде участвуют люди из всех регионов страны. Приехавшие сюда считают, что вопрос Крыма не должен забываться. Все життя вчителем пропрацевал. Когда был у нас Запорийский Майдан, до Киева я не ездил, а Запорийский Майдан активный участник был. Это не темчасовая акция, что это довольно долго. Не то, что довольно долго, пока не вырежем вопрос с Крым. С одной стороны, участники акции нарушают закон, не дают проехать полным фуром. Но с другой, этот самый нарушенный закон о свободной экономической зоне Крым, сам отъявленный нарушитель и конституции страны, и международных норм по оккупированным территориям. И именно его требуют отменить участники блокады. Надеются повлиять и на оккупантов. Мы, святые граждане, должны ругаться не этими, понимаете, не то, что они досконалыми, а с гражданскими законами. Потому что я их вважаю с гражданскими, с корруппированными. Мы должны ругаться, еще раз повторю, национальными идеалами, национальными ценностями, интересами. Если действительно подключатся все люди, то мы сможем и вплинуть на процесс, который происходит в Крыму. Товарную блокаду полностью поддержали и власти Херсонщины. Ситуацию контролирует милиция. Здесь четкое разграничение. Участники блокады проверять какие-либо документы у водителей не могут. Этим занимаются правоохранители. Было создано несколько следственно-оперативных групп из представителей таможни, УБЭПа, ГАИ и прокуратуры. Поскольку правоохранители считают, что в Крым ввозится немало контрабанды без документов. Созданы оперативно-следственные группы для проверки затаможки и растаможки грузов и правильности затаможенных грузов. Вследствие выявления тут же производится арест, направляется в суд, лишаются лицензии, накладываются штрафы. Узнав об этом, часть дальнобойщиков сразу же уехала. Но многие ждали указания от хозяев грузов. Есть владелец машины, есть владелец грузов. Разворачиваются, просто еще постоящее. Немало оказалось и водителей, требовавших вернуть им деньги за затаможку грузов. Обстановка в контрольных пунктах въезда-въезда до темчасово оккупованной территории залишается спокойной и контрольованной. Наразі автомобилей вантажных перед контрольными пунктами въезда-въезда немае. Проби контрабанды не были зафиксованы. И больше того, скажу, что информация про то, что там есть какие-то объездные шляхи, какими могли бы рухаться в вантажевке, она полностью не відповідає действностям. Появление слухов вокруг акции ждать себя долго не заставило. В попытке дискредитировать акцию ее противники начали распространять слухи о том, что за деньги по ночам фуры пропускают. Глава Меджлиса Рифат Чубаров заявляет, подход ко всем одинаковый без исключений. Попытки договориться бесполезны для представителей всех национальностей. По ночам на акции дежурят усиленные группы спецназа. Окупанты подтверждают в российских сюжетах, ни одной фуры в Крым так и не прошло. Мы готовы к оформлению лиц транспортных средств, следующих как на въезд в Российскую Федерацию, так и на выезд. С определённой стороны в нашу сторону не приехало ни одного грузового транспортного средства. Еще один слух. Якобы участники акции составляют списки таксистов. Рифат Чубаров заявляет, участникам акции такие перечни не нужны. Скорее всего, их начали составлять фискальные органы в попытке навести порядок под впечатлением от акции. Некоторые из вас были свидетелями в случае, когда один водитель пытался меня разжалобить, объясняя тем, что его партнер Крыму, он есть крымский татарин. Когда я ему объяснил, что у нас нет различий в части того, кто чей партнер и какой национальности, он этому очень удивился и сказал о том, что он думал о том, что он может договориться с татарами, но у него здесь тоже не получается. Мы наоборот, мы призываем правительство, кабинет министров Украины немедленно разрабатывать меры здесь функционирования на территории Херсонской области, специальных таких площадок торговых, где могли бы закупаться граждане Украины, проживающие в оккупированном Крыму. Пустые фуры из Крыма обратно на материковую часть Украины пускают, но просят показать, что машина действительно пуста. Блокада не только прервала поставку продуктов в Крым, но и из Крыма. Прерваны поставки стройматериалов и песка на полуостров, сырья и продукции крымских заводов. Участники акции рассказывают, что в ночь на 22 сентября со стороны оккупированного Крыма к ним пришли водители, чьи фуры были загружены на полуострове Соды и предприятия Дмитрия Фирташа. Спрашивали у руководителя акции, что же им делать. В итоге приняли решение разгрузиться и возвращаться домой пустыми. Периодически представители Фирташа звонят участникам акции и просят фуры пропустить. Блокада обнажила еще одну проблему – железнодорожные поставки сырья и продукции крымскому Титану Фирташа. Как заявил экснардеп Андрей Сенченко, укрозалезница все это время не прекращала поставки на завод и тем самым помогала олигарху обойти санкции. Укрозалезница заявляет, мол, грузы по территории оккупированного Крыма не перевозят, потому что у Титана есть собственный подъездной путь и после таможни и погранконтроля предприятие использует собственный локомотив. Способствует или нет укрозалезница заводам Фирташа и в какой степени должны разбираться правоохранители. Участники блокады проверили с дня начала акции, ЖД-путь снабжения не использовался. Чтобы пресечь попытки делать это впредь, ветку крымского Титана преградили стройматериалами. Сама акция переносится теперь на 7-10 километров вглубь материка, чтобы избежать провокаций, заявляет милиция. Для батальона Херсон, занимающегося охраной порядка на весь период акции, установлены новые мобильные блокпосты. И все-таки, законно ли проходит акция по блокированию поставок в оккупированный Крим? Этот вопрос мы адресуем и первому заместителю прокурора Автономной Республики Крим, Назару Холодницкому, который сейчас находится на Херсонщине и мы смогли связаться с ним по телефону. Добрий вечер, пана прокурор. Добрий вечер. Пане Назаре, отже, насколько законно, на ваш взгляд, проходят акции, и чтобы вы ответили тем, кто говорит о том, что порушаются права предпринимателей, по-перше, и, по-друге, водеев, автилок, которые блокируются на территорию Криму? Ну, по-перше, моя позиция наступна. Кримские татари и не только будь-який украинец мает право на выставление своей громадянской позиции. И ця акция является как раз виявом громадянской позиции, то есть это право, которое закреплено Конституцией для каждого гражданина. Задача правоохоронных органов, в частности, в Херсонской области, поляга в том, что обеспечено правопорядком в час проведения этой акции. Поэтому эти все твердения, которые там лунают, я считаю, безпредставлены. Насколько для вас было очевидным, что, по суті, это прикордонное, оно является социальной зоной коррупции? Останним часом, сейчас уже много информации идет про то, что там затримуются с хабарями, затримуются и говорят про то, что хабари пропонуют учасникам акции, и дальнобильники, и властники этих товаров. Настолько серьезная ситуация, и какие дії мают учиться, потому что это все-таки национальности безопасности. Ситуация с коррупцией, особенно на митных переходах, в митнице, она всегда была, скажем так, кричущая. У нас в пятницу в Генеральной прокуратуре была проведена нарада, подголювание наступника генпрокурора. И в данный час на Херсонщине створены спільные оперативные группы, выучившие прокуратуры и Генеральной прокуратуры, и Прокуратура Атономной Республики Крым, и Прокуратуре Милиции, Службезпеки, которые в этом направлении работают. И эти результаты, что выявлено таких генерных вчинок, вы уже видели, и, я думаю, еще увидите. Мы же не дарма работаем. Ну, я так понимаю, ваше там находжение зараз в Херсонской области повязано не лише с акцией протеста, а и с затриманием, а вчера пізно вечері суд арештував, экз-депутата Міськради Севастополя Володимира Галичия. Так, самое так. Тобто, вы безусловно брали участь у его затриманья? Мы принимали, под нашим чутким процессуальным керівництвом, я повторюсь, что это является благочность и всех правоохранных органов. И под керівництвом прокуратури, за участью працівников Службы Безпеки Украины, Прокуроновой службы, как раз было затримано чергового депутата-зрадника, который в свои часы своим голосом, знаете, дав такую, одну свою ложку у цю анексию. И это, что мы пожинаем сейчас, как раз один из тех, кто активно долучился до этого. Я думаю, это уже другий у нас, но далеко не остальний. Ну, от учасникам, організаторам акции уже пропонуют гроши за те, чтобы они пропускали какие-то товары. Затримание пана Личия. Его називают в Севастополе людиною олигарха Новинского. Він очолював кілька его предприятий в Севастополе в Балаклаве. Чи не было намаганий догмовиться с вами, аби отпустили цего экс-депутата? Таких намаганий не было, но если они будут, то, я думаю, будет адекватная реакция с нашей стороны. И последнее вопрос, я хочу задать, я не могу не задать, воно, звичайно, стосуется Хересної справи. Справи про незаконное вылечение из знаменитої коллекции Массандри Хересу де Ля Фортера 1775-го. И было открыто криминальное проведение после того, как пан Путин и пан Берлускони дегустовали это вино. И потом стало відомо, и Центр журналістских расследований опублікував ці документи, які свідчать про те, что коллекционные и ридкісные вина были просто по смехотворенной цене списаны, и Херес де Ля Фортера был списан по цене 44 рублей. Скажите, будь ласка, чей долучаются ці материалы, которые были опубликованы Центром журналістских расследований, до проведения, и какие подальше могут быть действия, враховываясь, что сегодня уже прозвучали заяви из Массандри, что они продаватимуть уже ці вина, оскільки они после этого скандала очень дорожчали. Ну, звичайно, мы эти документы, которые были опубликованы, мы их уже получили до материального проведения. Я думаю, ближче часу наши слідчі связывают это с работой от опыта, как сведки, и, думаю, в том числе и журналісты, это нужно, так вимагает КПК, и для опублики следствия. А то, что они планируют продавать эти вина, ну, чиновник криминальный кодекс имеет очень много статей, я думаю, еще будет одно и больше, наверное, при продаже и продаже. Но я думаю, им это не вдастся, сколько это уже скандал, и кто желает быть участником злочину, ну, будем рады, в рамках криминального закона, их всех зустріти. Чи не вважаете ви, что треба просто накласти арешт на все майно Масандр, для того, чтобы воно уже нікуди не разъйшлося, тем больше за кордоном? Я вам сказал, что сейчас и триваю какое-то непроваджение, еще и начать за фактами паналізації, признаться Масандра, фактически. И там триваются следствия, и, я думаю, результат будет. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Насар Холодницкий, перший заступник прокурора Автономної Республіки Крим, телефоном из Херсонщини, где он перебувает, в том числе и в связи с затриманием и арештами экс-депутата Міськради Севастополя Владимира Галічия, и також спостерягает, звичайно, за тими подъями, которые происходят сегодня на прикордоне. Блокование поставок до окупованого Криму продолжается. Мы ждем в студии с новинами про розгортание акций народного депутата Украины, главу Меджлиса Кримскитарского народа Рифата Чубарова. Не перемикайтесь, за несколько минут начнется наша разговора в студии.